Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, 11 января, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 23 по 26. По традиции, послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, имейте веру Божию. Аминь Бог, глаголю вам, и яка ежиащи речет горесей, двигнися и верзися в море, и не размыслит в сердце своем. Но веру имет, и яка ежиа глаголет, бывает, будет ему ежиащи речет. Всего ради глаголю вам, вся елика ащи, моляшися, просите, веруйте, яка приемлете, и будет вам. И когда стоите, моляшися, отпущайте, ащи, что им оттенок огон, да и Отец ваш, и же есть на небесе, отпустит вам согрешение ваше. Ащи, лишь вы, не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесе, отпустит вам согрешение ваше. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешение ваших». Слова данного евангельского отрывка Господь наш Иисус Христос произносит возле сухой смоковницы, которую Он проклял, как не имеющая плода. И в этих словах Спаситель дает нам три наставления о молитве. «Во-первых, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Молиться надо с верой, как указывает Александр Павлович Лопухин. Ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится, чего желает. Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением «устранять трудности». В частности, ее употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранить трудности, возникшие в умах его учеников, называли «сдвигающим горы». «Во-вторых, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Молиться нужно в надежде и ожидании. Общеизвестно, что все, что делается в твердой надежде на успех, имеет во много раз больше шансов. У больного, который, обращаясь к врачу, не верит в действенность прописанного ему лекарства, меньше шансов на выздоровление, чем у того, кто уверен, что врач может вылечить его. Никогда нельзя молиться лишь формально. Молитва не должна стать бессодержательным ритуалом. В-третьих, еще одно наставление о молитве звучит так. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Речь идет о молитве «Милосердие». Как пишет святитель Феофан Затворник, «Кто не отпускает грехи другим? Праведник или тот, кто хочет казаться праведным? Последнему ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других нет дела. Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим». Молитва ожесточенного человека не может проникнуть сквозь стену его вражды. Бог основывает все на любви, потому что он и есть любовь. Если же человек кладет в основание своей жизни горечь и враждебность, то он воздвигает стену между собой и Богом. Чтобы получить ответ на свою молитву, такой человек должен вначале попросить Бога очистить его сердце от духа враждебности и вложить в него дух любви. Лишь после этого он может обращаться к Богу, и Бог может ответить ему. Так, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос раскрывает для нас с вами основные правила молитвы. Это твердость веры, надежда и ожидания просимого, а также чистота сердца без доли осуждения и обиды на кого-либо. И только при исполнении этих божественных правил наши слова будут всегда услышаны Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok